Маркетинг год 12-13 года практически один в один повторяет 10-11 год и по объему произведенной пшеницы и по экспортному потенциалу нашей страны. Значит, поэтому ценовая позиция точно такая. Сама цена наша является запретительной для тех стран, где требуются большие объемы зерна. Это Черное и Балтийские моря, в частности Россия, и уменьшается количество зерна, поставляемое в Грузию и Азербайджан. Наш объем традиционно поставляется до 6 миллионов, это пшеница и зерно и мука в пшеничном эквиваленте, это Средняя Азия и небольшое количество порт-октау, в зависимости от платежеспособности иранских покупателей, там, где у нас нет конкурентов. Поэтому цена сразу по окончанию уборки сформировалась на уровне 45 тысяч тенге, это у ТО, которые плательщики НДС, и 42 тысячи, это у крестьянских фермер-хозяйств, не плательщики НДС. Эта тенденция будет продолжаться до августа 2013 года, то есть ежемесячно будет уходить на экспорт ориентировочно 300 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч муки, что в зерном эквиваленте составляет 200 тысяч. Вот 500 тысяч, это та цена, которую могут платить, так сказать, наши соседи. Принимая во внимание, что очень большим игроком на рынке является подкорпорация, учитывая переходящие запасы, которые они в прошлом году купили, рынок, конечно, волновался очень, как поведет себя в этом отношении Казагра и ее структурная организация подкорпорация. Но на прошлой неделе пресс-релиз Казагры подкорпорацией всем участникам рынка дали, что с интернационных запасов зерно будет продаваться на бирже, торги будут прозрачные, аукционные на повышение, цена от сечения минимально 45 тысяч тенге, и, соответственно, ниже не упадет. Соответственно, если они такого повального сброса не будут делать, конечно, если в течение месяца они сбросят миллион-два миллиона тонн, рынок просядет. Если они будут так, как на бирже, ежедневно или еженедельно сбрасывать планово те объемы, которые им нужны для погашения кассовых разрывов по платежам, то тогда рынок это зерно проглотит, экспорт не увеличится, но, естественно, и цена не будет колебаться в ту или другую сторону с большой такой амплитудой. Поэтому таких нюансов никаких больше не будет. Наши соседи всегда и в 2010 году переживали по России, в частности, это большой игрок. В 2010 году они сразу 5 августа ввели запрет на экспорт, и тоже здесь весь сентябрь очень много было сломано копьев, говорили, что Россия вывезет от нас всё зерно. Мы ещё раз говорим, что Россия не может наше зерно вывезти. Почему? Потому что наша цена не проханает для них. То есть сегодня в России ещё достаточно зерна по 300 долларов на элеваторе, потому что при этой цене они сейчас уже неконкурентоспособны в мировой торговле. Последние два тендера Египет у них не берёт. Египет у нас является драйвом, так сказать, по миру, потому что сейчас уже перекинулись на французскую пшеницу, которая на 4 доллара дешевле, чем российская, и, соответственно, на американскую. В мире зерна достаточно, как и в 2010-2011 году. Другое дело, переходящие запасы уменьшатся, поэтому наш анализ, независимо от того, какой урожай будет в 2013 году, я имею в виду, конечно, если будет засушливый, как в 2012 году, то, конечно, ситуация в мире будет очень опасная. А если тот ожидаемый урожай, который планируется за счёт увеличения пассивных площадей, потому что 75% мирового производства – это озимая пшеница, если ситуация будет такая, как, будем говорить, средний урожай, цена на следующий год, 2013-2014, не упадёт сильно, на это нельзя рассчитывать. Почему? Потому что переходящие запасы на нуле практически на уровне седьмого года. Поэтому те страны, большие производители зерна, экспортеры, они просто будут восполнять запасы, что и сделает Казахстан и Россия в том числе. Поэтому ситуация нормальная. И 2010-2011 год можно просто открыть, один в один будет. Да, до где-то марта-апреля цена повысится до уровня 55 тысяч тенге. И потом, начиная с мая месяца, она снова будет падать. Почему? Потому что товаропроизводители за сушливые годы зерно, оно сухое. И они на элеватор не везут, чтобы не нести дополнительные затраты по хранению. И то небольшое количество зерна, которое они собрали, они держат у себя на складе. И продают только то количество, которое им необходимо для погашения первоочередных, так сказать, платежей. Поэтому это зерно постепенно в течение оставшихся 10 месяцев привозят на элеваторы. С каждым месяцем напряжение на рынках будет спадать. Почему? Потому что до зимой пшеницы осталось всего 7 месяцев до нового урожая в мире. Ну, соответственно, до нашего 10 месяцев. Поэтому с каждым месяцем напряжение в мире спадает. Поэтому фьючерсы и Чигага, и Парижская мотив, они, так сказать, повторяют полностью сценарий 10-11 года. То есть цена 350-365 долларов на ФОБИ, а чтобы он нас вернул, вывезли, при цене 300 долларов, я так скажу, только когда будет 450 долларов на ФОБИ Черного моря, только тогда казахстанцы повезут зерно на экспорт. Но такой цены не было ни в 10-11 и не будет в этом году. Спасибо. Пожалуйста, какие вопросы есть? Какой примерно потенциал вы оцениваете в этом маркетинговом году? Значит, Казахстан реально, я так думаю, вот в июне-август активизация экспорта произойдет, а вообще в виде пшеницы на экспорт будет отгружено порядка 4,5 миллиона пшеницы и где-то 1,8 миллиона муки. То есть в зерновом эквиваленте это будет порядка 2,3 миллиона тонн. То есть все вместе 6,5-7 миллионов тонн. Казахстан